Итак, дорогие зрители, на лёд выходят главные действующие лица сегодняшнего дня. Давайте дружно поприветствуем спортсменов, покажем, как у нас в Уфе любят ледовый спидвей. Парад принимает президент Мотофедерации Республики Башкортостан Махмуд Мухаммедович Бекбулатов. Представляем главных действующих лиц. Команда «Молот-1» Вятские Поляны. Стартовый номер 1. Мастер спорта, чемпион России 1993 года в командном первенстве. Бронзовый прижер чемпионата России 1995 года в командном первенстве Высшая Лига. Александр Зайцев. Стартовый номер 2. Кандидат «Мастера спорта». Чемпион России 2001 года в командном первенстве Первая Лига. Серебряный призер чемпионата России 2002 года Первая Лига. Альмир Галимов. Стартовый номер 3. Кандидат «Мастера спорта». Чемпион России 2001 года в командном первенстве Первая Лига. Федор Кравченко Команда Башкортостан Город Уфа Стартовый номер 4 Мастер спорта Чемпион Европы 2003 года Дмитрий Буланкин Стартовый номер 5 Мастер спорта Чемпион России 2002 года В командном первенстве Высшая лига Илья Дроздов Стартовый номер 6 Кандидат Мастера спорта Серебряный призер Чемпионата России 2003 года Среди юниоров Станислав Архипов Команда Каустик Город Стерлитамак Стартовый номер 7 Мастер спорта Серебряный призер Чемпионата Европы 2003 года Николай Акимов Стартовый номер 8 Кандидат Мастера спорта Бронзовый призер Чемпионата России 2002 года среди юниоров. Финалист чемпионата Европы 2003 года Артем Самородов. Стартовый номер 9, кандидат мастера спорта, призер чемпионата России 2001 года среди юниоров Павел Щербаков. Команда Кумертау, город Кумертау. Стартовый номер 10, мастер спорта международного класса, двухкратный бронзовый призер чемпионатов мира в командном первенстве Наиль Галякберов. Стартовый номер 11, мастер спорта, чемпион России 2002 года в командном первенстве Высшая Лига. Участник финала чемпионата Европы 2003 года Сергей Казаков. Стартовый номер 12, кандидат мастера спорта, участник чемпионата России среди юниоров Сергей Болтачев. Команда Горняк, город Училы. Стартовый номер 13, мастер спорта, серебряный призер чемпионата Европы 2001 года Михаил Богданов. Стартовый номер 14, кандидат мастера спорта, серебряный призер чемпионата России в командном первенстве Первая Лига Андрей Шишегов. Судье при участниках увезти спортсменов в закрытый парк. Какая-то небольшая заминочка. Нет, вот сейчас я вижу, из закрытого парка появляются участники первого заезда. Итак, Зайцев, Буланкин, Акимов и Галякберов. Уважаемые зрители, давайте дружно поприветствуем гонщиков. Давайте поприветствуем их. Итак, первая дорожка Александр Зайцев, вторая дорожка Дмитрий Буланкин, третья дорожка Николай Акимов и четвертая Наим Кагалякберов. Сейчас спортсмены приближаются к линии старта и маршал на старте Ильдар Сафаров выстраивает их в одну линию. И сейчас через несколько, буквально через несколько мгновений будет дан старт первому заезду. Итак, последние, последние, самые напряженные мгновения. И вот он старт. Старт уверенно выигрывает Александр Зайцев. Ой-ой-ой, какое, какая неудача постигает Николая Акимова. Он падает и ждем решения главного судьи сегодняшних соревнований. Итак, дорогие друзья, своим решением судья республиканской категории Раэль Сафаров Исключает из перезаезда Николая Акимова, как виновника остановки заезда за падение. И так только три участника будут принимать участие в перезаезде. Первая дорожка Александр Зайцев, по второй дорожке Дмитрий Буланкин и по четвертой дорожке Наил Галяк-Беров. Николай Акимова, как виновника остановки заезда, из перезаезда исключили. Уважаемые зрители, давайте дружно поддержим, поддержим гонщиков. Давайте дружно поболеем. Итак, вновь все внимание на старт. А на старте у нас только три гонщика. Первая дорожка красный нашлемник Александр Зайцев, команда Молот, Вятские Поляны. Вторая дорожка синий нашлемник Дмитрий Буланкин, команда Башкортостан. И четвертая дорожка Наил Галяк-Беров, команда Кумертау. Итак, последнее мгновение и поехали. Дмитрий Буланкин уверенно выигрывает старт и выходит в лидеры этого заезда. За вторую позицию ведут упорную борьбу Наил Галяк-Беров, Александр Зайцев. Пока Наил Галяк-Беров на второй позиции, но Александр Зайцев напрямую обходит его и выходит на вторую позицию. Но Наил Галяк-Беров просто так не сдается и пытается, пытается атаковать. А Дмитрий Буланкин уверенно ведет заезд и наращивает отрыв от своих преследователей. И вот сейчас чуть было не столкнулись гонщики, но все обошлось благополучно. По-прежнему Дмитрий Буланкин первый, за вторым идет Наил Галяк-Беров, третьим Александр Зайцев. Дмитрий Буланкин просто гигантский отрыв у Дмитрия Буланкина. И так встречаем финиш, последний поворот, прямая и финиш. Дмитрий Буланкин, а кто же второй? Александр Зайцев сумел таки обойти Наиля Галяк-Берова и финишировал вторым. Итак, дорогие друзья, время этого заезда 54,7 секунды. Дмитрий Буланкин зарабатывает для своей команды 3 очка, Александр Зайцев 2 очка и Наиль Галяк-Беров 1 очко. А мы ждем здесь в районе старта участников второго заезда, в котором принимают участие. Первая дорожка, стартовый номер 13 в красном нашлемнике, Михаил Богданов, команда Горняк, город Училы. Вторая дорожка, стартовый номер 2, синий нашлемник, Альмир Галимов, команда Молот, город Вятские Поляны. Третья дорожка, в белом нашлемнике, стартовый номер 8, Артем Самородов, команда Каусти, город Стрелитамак. И по четвертой дорожке, в желтом нашлемнике, стартовый номер 5, Илья Дроздов, команда Башкортостан. Вот такой квартет гонщиков сейчас прибыл сюда на старт. Старт. Итак, первая дорожка Михаил Богданов, вторая дорожка Альмир Галимов, третья дорожка Артем Самородов и четвертая Илья Дроздов. Итак, последние секунды и вот он старт. Михаил Богданов уверенно выигрывает старт, выходит в лидеры, но Илья Дроздов пытается вести атаку. Артем Самородов тут же вмешивается в борьбу, вмешивается в борьбу. И вот посмотрите, дорогие друзья, какая упорная борьба сейчас на треке. В лидеры выходят, буквально вырывается в лидеры Артем Самородов, но Илья Дроздов у него висит на колесе. Какая упорная борьба, гонщики плотной группы сейчас проходят в дистанцию. Лидер Артем Самородов, вторым идет Михаил Богданов и третьим Илья Дроздов. Замыкает гонку Альмир Галимов. Итак, финиш Артем Самородов, Михаил Богданов, Илья Дроздов и Альмир Галимов. Вот в таком порядке гонщики пересекают линию финиша. Итак, дорогие друзья, Артем Самородов зарабатывает для своей команды 3 очка, Михаил Богданов 2 очка, Илья Дроздов 1 очко. И очков в этом заезде не достается гонщику команды Молот из Вятских Полян Альмиру Галимову. Время этого заезда 57,2 секунды. Да, очень упорная борьба в этом заезде. Очень здорово ребята отъездили. Итак, третий заезд, в нем принимают участие. Первая дорожка, красный нашлемник, стартовый номер 11. Сергей Казаков, город Кумертау, команда Кумертау. Вторая дорожка, стартовый номер 14, синий нашлемник, Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. Третья дорожка, стартовый номер 3, в белом нашлемнике, Федор Кравченко, команда Молот, Вятские Поляны. И по четвертой дорожке, стартовый номер 6, в желтом нашлемнике, Станислав Архипов, команда Башкортостан, город Уфа. Вот такой состав участников третьего заезда, третьего этапа чемпионата России среди клубных команд высшей лиги. Итак, последнее мгновение. Маршал на старте Эльдар Сафаров выравнивает гонщиков в одну линию. Самые напряженные мгновения. И вот он, старт. Сергей Казаков уверенно выиграл старт и выходит в лидеры. Станислав Архипов на второй позиции, третьим идет Андрей Шишегов и четвертым Федор Кравченко. Посмотрим, будут ли какие-либо изменения. Сергей Казаков очень уверенно ведет гонку, очень уверенно ведет гонку и наращивает отрыв от своих преследователей. Но Станислав Архипов пытается, пытается его догнать, но пока этого у него не получается. Он идет вторым, третьим Андрей Шишегов и четвертым Федор Кравченко. Федор Кравченко предпринимает попытку атаки на позицию Андрея Шишегова, но пока это ему не удается. Андрей по-прежнему третий. А лидер, лидер по-прежнему Сергей Казаков. Сейчас спортсмены уходят на последний круг, пока на треке все без изменений. Первым идет Сергей Казаков, вторым Станислав Архипов, третьим Андрей Шишегов. И вот финиш, дорогие друзья. Первым финиширует Сергей Казаков, вторым Станислав Архипов, третьим Андрей Шишегов и четвертым Федор Кравченко. Время этого заезда 58,2 секунды. Итак, дорогие друзья, Сергей Казаков зарабатывает в своей команде три очка. Станислав Архипов, два очка, Андрей Шишегов, одно. И очков в этом заезде не достается Федору Кравченко. Команда Молот, город Вятские Поляны. Итак, четвертый заезд. В нем принимают участие. Первая дорожка в красном нашлемнике, стартовый номер 9, Павел Щербаков, команда Гаусте, город Стерлитамак. По второй дорожке в синем нашлемнике, стартовый номер 12, Сергей Болтачев, город Кумертау. И по четвертой дорожке, стартовый номер 1, в желтом нашлемнике, Александр Зайцев, команда Молот, город Вятские Поляны. В этом заезде будут принимать участие только три гонщика. В этом заезде, повторяю, принимают участие только три гонщика в связи с тем, что Дмитрий Мельничук не смог приехать на соревнования. И вот, итак, последнее мгновение, старт. Александр, Александр Зайцев выигрывает старт и выходит в лидеры. Ну а Сергей Болтачев и Дмитрий, простите, Павел Щербаков ведут борьбу за вторую позицию. Итак, Павел Щербаков выходит на вторую позицию. Третьим идет Сергей Болтачев. Александр Зайцев очень уверенно ведет этот заезд, очень оптимально выбирает траекторию поворота. И уверенно наращивает отрыв от своих преследователей. Павел Щербаков пытается догнать, но пока это у него не получается. Он идет вторым и третьим по-прежнему Сергей Болтачев, который выступает за команду города Кумертау. Итак, принимаем финиш. Последняя прямая и финиш. Первым финиширует Александр Зайцев, вторым Павел Щербаков и третьим Сергей Болтачев. Время этого заезда 60 секунд ровно. Итак, дорогие друзья, Александр Зайцев зарабатывает в своей команде 3 очка, Павел Щербаков 2 очка, Сергей Болтачев 1 очко. Вот такие результаты после первой серии заездов. Итак, сейчас судейская коллегия подведет результаты первой серии заездов. Я вам их обязательно сообщу. А мы с вами немножко отдохнем и послушаем хорошую легкую музыку. Итак, уважаемые зрители, после первой серии заездов команда Молот Вятские Поляны имеет на своем счету 5 очков, команда Башкортостан, город Уфа 6 очков, команда Каустик, город Стрелитамак 5 очков, команда Кумертау, город Кумертау также 5 очков, и команда Горняк, город Училы 3 очка. Вот такие результаты после первой серии заездов. Ну, а мы ждем здесь на старте участников пятого заезда, в котором принимают участие первая дорожка в красном нашлемнике, стартовый номер 8, Артем Самородов, команда Каустик, город Стрелитамак. Вторая дорожка в синем нашлемнике, стартовый номер 10, Наиль Галякберов, Кумертау, город Кумертау. Третья дорожка в белом нашлемнике, стартовый номер 6, Станислав Архипов, команда Башкортостан, город Уфа. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике, стартовый номер 3, Федор Кравченко, команда Молот, Вятские Поляны. Вот такой состав, вот такой квартет гонщиков будет участвовать в пятом заезде. Уважаемые зрители, ну давайте подружнее, подружнее повалеем, давайте поддержим гонщиков, но... Итак, все, внимание на старт, последние самые напряженные мгновения, и вот он старт, поехали! Артем Самородов уверенно выигрывает старт, выходит в лидеры этого заезда. Вторым идет Наиль Галиакберов, третьим Станислав Архипов и четвертым Федор Кравченко. Федор Кравченко предпринимает попытку атаки на позицию Станислава Архипова, пока этому не удается. Артем Самородов продолжает наращивать отрыв от своих преследователей, являясь лидером этого заезда. Вторым идет Наиль Галиакберов, третьим Станислав Архипов и четвертым Федор Кравченко, команда Молот, город Вятские поляны. Гонщики сейчас растянулись по треку, и вот сейчас маршал на старте дал отмашку желтым флагам о том, что спортсмены ушли на последний круг. А на треке по-прежнему все без изменений. Лидер Артем Самородов, принимаем финиш. Артем Самородов, Наиль Галиакберов, Станислав Архипов и Федор Кравченко. Вот в таком порядке гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 58,8 секунды. Итак, уважаемые зрители, Артем Самородов заработал для своей команды 3 очка, Наиль Галиакберов 2 очка, Станислав Архипов 1, и аутсайдер этого заезда Федор Кравченко. Ему, к сожалению, очков не достается. Итак, шестой заезд, в котором принимают участие. Первая дорожка, красный нашлемник, стартовый номер 2. Стартовый номер 2. Альмир Галимов, команда Молот, город Вятские Поляны. Вторая дорожка, синий нашлемник, стартовый номер 9, Павел Щербаков, команда Каусти, город Стерли-Тамак. Третья дорожка, в белом нашлемнике, стартовый номер 14, Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. И по четвертой дорожке, в желтом нашлемнике, стартовый номер 4, Дмитрий Буланкин, команда Башкоптостан, город Уфа. Итак, Галимов, Щербаков, Шишегов и Буланкин. Вот такой состав участников шестого заезда. Посмотрим, что же у нас будет в этом заезде. Чемпион Европы 2003 года Дмитрий Буланкин стартует по четвертой дорожке. Самая, вернее, одна из самых неудобных позиций. Тем не менее, посмотрим. Итак, последнее мгновение. Самый напряженный момент. И поехали! Дмитрий Буланкин уверенно выигрывает старт, выходит в лидеры этого заезда. Вторым идет Альмир Галимов. И за третью позицию ведут борьбу Андрей Шишегов и Павел Щербаков. Павел Щербаков выходит на третью позицию. Альмир Галимов пытается атаковать Дмитрия Буланкина, но пока у него ничего не получается. И он по-прежнему находится на второй позиции. Третьим идет Павел Щербаков и четвертым Андрей Шишегов. По-прежнему лидер Дмитрий Буланкин. Сейчас он просто наращивает отрыв от своих преследователей. Но Альмир Галимов пытается достать Дмитрия Буланкина, но пока это у него не получается. Он по-прежнему вторым. Сейчас мы будем принимать финиш. Последний поворот. Прямая и финиш. Дмитрий Буланкин, Альмир Галимов, Павел Щербаков и Андрей Шишегов. Вот в таком порядке гонщики сейчас финишировали. Время этого заезда 59 секунд ровно. Итак, уважаемые зрители, Дмитрий Буланкин зарабатывает для своей команды 3 очка. Альмир Галимов 2 очка. Павел Щербаков 1. И очков в этом заезде не получает Андрей Шишегов. Седьмой заезд, в котором принимают участие. Первая дорожка. Красный нашлемник, статуя номер 5. Илья Дроздов, команда Башкортостан, город Уфа. Вторая дорожка. Синий нашлемник, стартовый номер 11. Сергей Казаков, команда Кумертау, город Кумертау. Третья дорожка. Стартовый номер 7, в белом нашлемнике. Николай Акимов, команда Каустик, город Стерлитамак. И четвертая дорожка. Должен был принимать участие Дмитрий Мельничук. Но, как я говорил уже раньше, он не смог прибыть на соревнования. И поэтому только три гонщика будут принимать участие в этом заезде. Итак, Илья Дроздов, Сергей Казаков и Николай Акимов. Последние мгновения. И поехали! Илья Дроздов выигрывает старт и выходит в лидеры. Николай Акимов обходит Сергея Казакова, перемещается на вторую позицию. Но Сергей Казаков просто так не сдается. И пытается вести борьбу с Николаем, но пока это у него не получается. Он по-прежнему на третьей позиции. А Николай Акимов пытается атаковать позиции Ильи Дроздова. Но пока это у него так же не получается. Он по-прежнему второй. Он буквально висит на колесе у Ильи Дроздова. И вот Николай Акимов предпринимает еще одну отчаянную попытку. Но опять неудачно. Николай никак не может обойти. Гонщики ушли на последний круг. Последний поворот. Прямая и принимаем финиш. Илья Дроздов, Николай Акимов и Сергей Казаков. Время этого заезда 58,9 секунды. Итак, уважаемые зрители, Илья Дроздов приносит своей команде 3 очка. А Николай Акимов 2 и Сергей Казаков 1. Вот такой результат седьмого заезда. А мы ждем на старте участников восьмого заезда. В нем принимают участие первая дорожка. Стартовый номер 12 в красном нашлемнике Сергей Балточев. Город Кумертау. Вторая дорожка в синем нашлемнике. Стартовый номер 13. Михаил Богданов. Команда Горняк. Город Училы. Третья дорожка в белом нашлемнике. Стартовый номер 4. Дмитрий Буланкин. Команда Башкортостан. Город Уфа. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике. Стартовый номер 8. Артем Самородов. Команда Каустик. Город Стерли-Тамак. Вот такой квартет гонщиков будет принимать участие в четвертом, простите, в восьмом заезде третьего этапа чемпионата России среди их клубных команд высшей лиги. Итак, все. Внимание на старт. Последние секунды. Самый напряженный момент. И вот он старт. Очень плотной группой гонщики принимают старт, но в лидеры вырывается Михаил Богданов. Дмитрий Буланкин идет вторым. Третьим Артем Самородов. И четвертым Сергей Павловичем. Дмитрий Буланкин предпринимает попытку атаки на позиции Михаила Богданова. Но пока это у него не получается. Он второй. И вот выход из выража. Дмитрий Буланкин первый. Дмитрий Буланкин выходит в лидеры этого заезда. Вторым идет Михаил Богданов. Третьим Артем Самородов. И четвертым Сергей Балточев. Итак, сейчас спортсмены уходят на последний круг. По-прежнему лидер Дмитрий Буланкин. На вторую позицию чуть было не вышел Артем Самородов. Но по-прежнему вторую позицию сохраняет за собой Михаил Богданов. Третий Артем Самородов. Итак, последняя прямая. Финиш. Дмитрий Буланкин, Михаил Богданов, Артем Самородов и Сергей Балточев. Вот в таком порядке гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 59,3 секунды. Итак, уважаемые зрители. Дмитрий Буланкин приносит команде Башкортостан, город Уфа, 3 очка. Михаил Богданов в команде Корняк, город Училы, 2 очка. Артем Самородов, команда Каустик, город Стерлитамак, 1 очко. И аутсайдер этого заезда Сергей Балточев. Итак, уважаемые зрители. После двух серий заездов команда Молот, Вятские Поляны имеет на своем счету 7 очков. Команда Башкортостан, город Уфа, 16 очков. Команда Каустик, город Стерлитамак, 12 очков. Команда Кумертау, город Кумертау, 8 очков. И команда Горняк, город Училы, 5 очков. Вот такие результаты после двух серий заездов. Ну, а мы сейчас ждем здесь, в районе старта, участников девятого заезда, в котором будут принимать участие. Первая дорожка, красный нашлемник, стартовый номер 14. Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. Вторая дорожка, синий нашлемник, стартовый номер 1. Александр Зайцев, команда Молот, город Вятские Поляны. Третья дорожка, белый нашлемник, стартовый номер 10. Наиль Галиакберов, команда Кумертау, город Кумертау. И четвертая дорожка, желтый нашлемник, стартовый номер 5. Илья Дроздов, команда Башкортостан, город Уфа. Вот такой квартет гонщиков будет принимать участие в девятом заезде первого дня третьего этапа чемпионата России среди клубных команд высшей лиги, который проходит в городе Уфе на стадионе Строитель. Итак, мы видим, как спортсмены сейчас появляются из закрытого парка. Вот, видимо, у Наиля Галиакберова возникла какая-то проблема с мотоциклом. Механики сейчас оказывают ему помощь. Итак, первая дорожка Андрей Шишегов, вторая дорожка Александр Зайцев, третья дорожка Наиль Галиакберов и четвертая дорожка Илья Дроздов. Вот такой состав участников девятого заезда. Уважаемые зрители, ну давайте поддержим гонщиков, давайте поактивнее поболеем. Поддержим, дорогие! Итак, Андрей Шишегов, Александр Зайцев, Наиль Галиакберов и Илья Дроздов. Итак, у Наиля Галиакберова проблемы с мотоциклом, но ему остается 10 секунд для того, чтобы прибыть в район старта. Я просто напоминаю вам, уважаемые зрители, что спортсмену для прибытия на старт дается только 2 минуты. И если он не укладывается в это время, то он исключается из заезда. Итак, зрители, давайте дружно поддержим Наиля! Поддержим, ребята! Итак, Наиль Галиакберов в последнем прибывает в район старта. Напоминаю, что в этом заезде принимают участие первая дорожка красный нашлемник Андрей Шишегов, вторая дорожка синий нашлемник Александр Зайцев, третья дорожка белый нашлемник Наиль Галиакберов и четвертая дорожка желтый нашлемник Илья Дроздов. Итак, последние мгновения. Самый напряженный. Вот он, старт! Илья Дроздов уверенно выигрывает старт и выходит в лидеры этого заезда, но Сергей Казак... простите, Наиль Галиакберов обходит его и выходит в лидеры, но Илья просто так не сдается и ведет отчаянную борьбу за лидерство. Третьим идет Андрей Шишегов и четвертым Александр Зайцев. В лидеры выходит Илья Дроздов, а за вторую позицию борются Андрей Шишегов и Наиль Галиакберов. Наиль Галиакберов по-прежнему сохранил за собой вторую позицию, а лидером является Илья Дроздов. Наиль Галиакберов идет вторым, третьим Андрей Шишегов и четвертым Александр Зайцев. Спортсмены уходят на последний круг. Посмотрим, изменится что-либо или нет. А лидером по-прежнему является Илья Дроздов. Последний поворот, прямая и финиш. Илья Дроздов, Наиль Галиакберов, Андрей Шишегов и Александр Зайцев. В вот таком порядке гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 62 секунды ровно. Простите, уважаемые зрители, 60,2 секунды. Итак, уважаемые друзья, Илья Дроздов приносит в актив своей команды 3 очка, Наиль Галиакберов 2 очка, Андрей Шишегов 1. Но и ни одного очка в этом заезде не достается Александру Зайцеву. Команда Молот, город Вятские Поляны. А мы ждем на старте участников 10-го заезда, В котором принимают участие. Первая дорожка, красный нашлемник, Стартовый номер 7, Николай Акимов, Команда Каусти, город Стрелитомак. Вторая дорожка, синий нашлемник, Стартовый номер 2, Стартовый номер 2, Альмир Галимов, Команда Молот, Вятские Поляны. Третья дорожка, белый нашлемник, Стартовый номер 11, Сергей Казаков, Команда Кумертау, город Кумертау. И четвертая дорожка, Стартовый номер 13, В желтом нашлемнике, Михаил Богданов, Команда Горняк, город Училы. Ну вот, сейчас мы видим с вами, как неисправный мотоцикл Наиля Галякберова убирает с трека. И сейчас, буквально через несколько секунд, будет дан старт 10-му заезду. Напоминаю, в 10-м заезде принимают участие первая дорожка Николай Акимов, вторая дорожка Альмир Галимов, третья дорожка Сергей Казаков и четвертая Михаил Богданов. За кого болеем, зрители? И вот он старт, дорогие друзья, вот он старт. Михаил Богданов уверенно выигрывает старт, но Николай Акимов обходит его на повороте и выходит в лидеры этого заезда. Михаил Богданов просто так не сдается и ведет отчаянную борьбу. Альмир Галимов также вносит коррективы, но пока он третьим. А борьба идет между Николаем Акимовым и Михаилом Богдановым. Сергей Казаков пока четвертый, только лишь четвертый. Лидер по-прежнему Михаил, простите, Николай Акимов. Вторым идет Михаил Богданов, третьим Альмир Галимов и четвертым Сергей Казаков. Мотоцикл Михаила Богданова сейчас на повороте переставило. Этим не применил воспользоваться Альмир Галимов. Он выходит на вторую позицию. Михаил Богданов перемещается на третью. Итак, последние метры дистанции. Посмотрите, уважаемые зрители, Альмир Галимов просто прекрасно. Буквально на последних метрах дистанции, на последнем вираже обоходит Николай Акимов и финиширует первым. Время этого заезда 60,5 секунды. Итак, уважаемые зрители, Альмир Галимов записывает свой актив. Три очка. Николай Акимов два очка. Михаил Богданов одно. И ни одного очка в этом заезде не достается Сергею Казакову. Итак, ждем на старте участников 11-го заезда. В нем принимают участие первая дорожка красный нашлемник, стартовый номер 4, Дмитрий Буланкин, Башкортостан, город Уфа. Вторая дорожка синий нашлемник, стартовый номер 8, Артем Самородов, команда Каустик, город Стерлитамак. Третья дорожка белый нашлемник, стартовый номер 12, Сергей Балточев, команда города Кумертау. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике, стартовый номер 14, Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. Вот такой квартет гонщиков у нас принимает участие. В 11-м заезде третьего этапа чемпионата России среди клубных команд высшей лиги, которые, еще раз напоминаю, проходят в городе Уфе на стадионе Строитель. Вот сейчас трибуны очень дружно поддерживают Дмитрия Буланкина. Дмитрий Буланкин является любимцем уфимских болельщиков. Очень красиво ездит, показывает очень высокий класс езды, очень прекрасный результат у него в этом сезоне. Он стал чемпионом Европы. И вот последний участник этого заезда, Андрей Шишегов, приближается в район старта. Итак, напоминаю, в этом заезде принимают участие первая дорожка Дмитрий Буланкин, вторая дорожка Артем Самородов, третья дорожка Сергей Балточев и четвертая дорожка Андрей Шишегов. Итак, маршал на старте Эльдар Сафаров выстраивает гонщиков в одну линию. Последнее мгновение, самое напряженное мгновение. И поехали! Дмитрий Буланкин уверенно выигрывает старт, вырывается в лидера этого заезда. Вторым идет Артем Самородов, третьим Сергей Балточев и четвертым Андрей Шишегов. Дмитрий Буланкин уверенно ведет этот заезд, наращивает отрыв от своих преследователей. Артем Самородов пытается, пытается догнать, но пока это у него не выходит. Он идет вторым, третьим идет Сергей Балточев. Ну а у Андрея Шишегова, по-видимому, получился сход. Какие-то у него проблемы или с мотоциклом. Да, что-то у него с мотоциклом произошло. А на треке у нас все без изменений. Гонщики уходят на последний круг. По-прежнему лидер Дмитрий Буланкин, вторым идет Артем Самородов и третьим Сергей Балточев. Пока изменений никаких не предвидится. Последний поворот, прямая и встречаем финиш. Дмитрий Буланкин, Артем Самородов и Сергей Балточев. Вот в такой последовательности гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 60,8 секунды. Итак, уважаемые зрители, Дмитрий Буланкин зарабатывает для своей команды еще три очка. Артем Самородов два очка, Сергей Балточев одно очко. И сход получился у Андрея Шишегова. Двенадцатый заезд. В нем принимают участие первая дорожка в красном нашлемнике стартовый номер 10. Наил Галяк-Беров, команда города Кумертау. Вторая дорожка в синем нашлемнике стартовый номер 5. Илья Дроздов, команда Башкортостан, город Уфа. Третья дорожка в белом нашлемнике стартовый номер 13. Михаил Богданов, команда Горняк, город Училы. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике стартовый номер 7. Николай Акимов, команда города Стерлитамака, команда Каустик. Итак, уважаемые зрители, Галяк-Беров, Дроздов, Богданов и Акимов. Вот такой состав двенадцатого заезда. Очень интересный будет заезд. Давайте повнимательнее посмотрим его. Итак, последнее мгновение и поехали. Илья Дроздов выигрывает старт, выходит в лидеры этого заезда. Михаил Богданов ведет упорную борьбу за лидерство. Но пока и вот сейчас пытается Михаил опередить Илью. Но пока это у него не получается. Он идет вторым. Третьим идет Николай Акимов. И четвертым. Наил Галяк-Беров ведет упорную, очень упорная борьба сейчас на треке. Наил Галяк-Беров сейчас на вираже обошел сразу двоих гонщиков и переместился на третью позицию. Но вот сейчас вновь Николай Акимов переходит на третью позицию. А лидер по-прежнему Илья Дроздов. Гонщики уходят на последний круг. Очень упорная борьба на треке. Лидер по-прежнему Илья Дроздов. А вот за вторую и третью позицию идет упорная борьба. Сейчас вторым идет Михаил Богданов. Посмотрим. Последний поворот. Прямая и финиш. Что у нас на финише? Илья Дроздов, Михаил Богданов, Николай Акимов и Наил Галяк-Беров. Вот в таком порядке гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 62 секунды ровно. Итак, уважаемые друзья, Илья Дроздов зарабатывает для своей команды 3 очка. Михаил Богданов 2 очка. Николай Акимов 1. И аутсайдер этого заезда Наил Галяк-Беров. Сейчас судейская коллегия подведет итоги. Итак, напоминаю вам, уважаемые зрители, что генеральным спонсором наших соревнований является акционерная нефтяная компания «Башнефть». Итак, напоминаю, что после трех серий заездов команда «Молот» «Вятские Поляны» имеет на своем счету 10 очков. Команда «Башкортостан» город Уфа 25 очков. Команда «Каустик» Сильтамаг 17 очков. Команда «Кумертау» город Кумертау 11. И команда «Горняк» город Училы 9 очков. Вот такой результат после трех серий заездов. А мы ждем на старте участников тринадцатого заезда. В нем принимают участие только три гонщика. Первая дорожка, стартовый номер три, в красном нашлемнике. Федор Кравченко, команда «Молот», город «Вятские Поляны». Третья дорожка, в белом нашлемнике. Павел Щербаков, стартовый номер 9, команда «Каустик», город Сильтамаг. И по четвертой дорожке, в желтом нашлемнике, стартовый номер 11, Сергей Казаков, команда города «Кумертау». Дмитрий Мельничук, к сожалению, не смог приехать на соревнования. И поэтому только три гонщика принимают участие в этом заезде. Последнее мгновение и поехали! Сергей Казаков очень уверенно выигрывает старт. Выходит в лидеры этого заезда. А за вторую позицию ведут борьбу Федор Кравченко и Павел Щербаков. А лидером по-прежнему является Сергей Казаков. Вторым идет Федор Кравченко и третьим Павел Щербаков. Команда «Каустик», город Сильтамаг. Сергей Казаков очень уверенно ведет заезд, но Федор Кравченко пытается его настигнуть. Висит у него буквально на колесе, предпринимает отчаянные попытки обойти. Но пока это у него не получается. Он идет вторым. Третьим идет Павел Щербаков, а Сергей Казаков по-прежнему является лидером 13-го заезда. Итак, судья на старте финиша дает отмашку желтым флагам о том, что гонщикам остается последний круг до финиша. Итак, смотрим, что же у нас на финише. Последний поворот, прямая. И встречаем финиш Сергей Казаков, Федор Кравченко и Павел Щербаков. Вот в такой последовательности гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 62 секунды ровно. Сергей Казаков зарабатывает в этом заезде для своей команды 3 очка. Федор Кравченко 2 очка и Павел Щербаков 1. Вот такие результаты 13-го заезда. А мы ждем здесь на старте участников 14-го заезда. В нем принимают участие. Первая дорожка красный нашлемник, стартовый номер 6, Станислав Архипов, команда Башкортостан, город Уфа. Вторая дорожка синий нашлемник, стартовый номер 13, Михаил Богданов, команда Горняк, город Училы. Третья дорожка белый нашлемник, стартовый номер 1, Александр Зайцев, команда Молот, город Вятские Поляны. И четвертая дорожка желтый нашлемник, стартовый номер 8, Артем Самородов, команда Каустик, город Стерли-Тамак. За кого болеем, уважаемые зрители? Дружно! Итак, Станислав Архипов, Михаил Богданов, Александр Зайцев и Артем Самородов. Вот такой квартет гонщиков сейчас у нас здесь на старте 14-го заезда. И вот он старт! Михаил Богданов выигрывает старт, выходит в лидеры. Вторым идет Артем Самородов, но его обходит Станислав Архипов. И замыкает этот заезд Александр Зайцев. Лидером по-прежнему является Михаил Богданов, вторым идет Станислав Архипов, третьим Артем Самородов. Артем Самородов обходит Станислава Архипова, уходит на вторую позицию. Какая упорная борьба за вторую позицию в этом заезде. Артем предпринимает попытку атаки на позиции Михаила Богданова, но пока это у него не получается. Он идет вторым, третьим идет Станислав Архипов и замыкает этот заезд Александр Зайцев. Михаил Богданов по-прежнему является лидером. Гонщики уходят на последний круг, посмотрим, произойдет ли что-нибудь на этом последнем круге. Артем Самородов предпринимает отчаянную попытку обойти Михаила Богданова. И встречаем финиш! Михаил Богданов, Артем Самородов, Станислав Архипов и Александр Зайцев. Вот в таком порядке гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 61,8 секунды. Итак, уважаемые зрители, Михаил Богданов приносит своей команде 3 очка, Артем Самородов 2 очка, Станислав Архипов 1 и Александру Зайцеву из команды «Молот» города Вятской Поляны. В этом заезде очков не достается. Пятнадцатый заезд. В нем принимают участие первая дорожка. В красном нашлемнике стартовый номер 7. Николай Акимов, команда «Каустик», город Стерлитамак. Вторая дорожка, синий нашлемник, стартовый номер 12, Сергей Балточев, город Кумертау. Третья дорожка, в белом нашлемнике, стартовый номер 5, Илья Дроздов, команда «Башкортостан», город Уфа. И по четвертой дорожке, в желтом нашлемнике, стартовый номер 2, Альмир Галимов, команда «Молот», город Вятские Поляны. Вот такой состав участников пятнадцатого заезда первого дня третьего этапа чемпионата России среди клубных команд высшей лиги. Итак, Акимов, Балточев, Дроздов и Галимов. Последние мгновения и поехали! Илья Дроздов уверенно выиграл старт, вышел в лидеры. Вторым идет Николай Акимов, третьим Сергей Балточев и четвертым Альмир Галимов. Сейчас Николай Акимов предпринимает попытку атаки на позицию Ильи Дроздова, но пока этого ему не удается. Илья по-прежнему лидер. Посмотрим, что же у нас на выходе из виража, из поворота. Нет, по-прежнему Илья сохранил лидерство. Вот сейчас при выходе из поворота Николай Акимов обходит Илью Дроздову, входит в лидеры этого заезда. Илья Дроздов идет вторым. Он не хочет просто так сдаваться и тоже предпринимает попытку атаки на позицию Николая Акимова. Но Николай по-прежнему является лидером. Гольщики уходят на последний круг. Третьим идет Альмир Галимов и четвертым Сергей Балточев. Посмотрим, что же у нас будет на финише. Последний поворот, прямая и встречаем финиш. Николай Акимов, Илья Дроздов, Альмир Галимов и Сергей Балточев. Вот в такой последовательности гонщики финишируют. Время этого заезда 61,9 секунды. Николай Акимов зарабатывает в своей команде 3 очка. Илья Дроздов 2 очка. Альмир Галимов 1 очко. И аутсайдер этого заезда Сергей Балточев. Команда города Кумертау. Итак, последний заезд четвертой серии. В нем примут участие только 3 гонщика. Вторая дорожка, синий нашлемник, стартовый номер 6. Станислав Архипов, команда Башкортостан, город Уфа. Третья дорожка в белом нашлемнике, стартовый номер 10. Наиль Галиакберов, команда города Кумертау. И четвертая дорожка, стартовый номер 3, в желтом нашлемнике. Федор Кравченко, команда Молот, город Вятские Поляны. Вот такое трио гонщиков сейчас у нас здесь, в районе старта. Напоминаю, что это заключительный заезд четвертой серии. В нем принимают участие только 3 гонщика. Итак, последние секунды. Маршал на старте выровнял гонщиков, отошел. И вот он старт. Станислав Архипов уверенно выигрывает старт. Выходит в лидеры этого заезда. Наиль Галиакберов предпринимает попытку атаки, но пока это ему не удается. Сейчас посмотрим, что же у нас на выходе из поворота нет. Станислав Архипов по-прежнему сохраняет фидирующую позицию. Вторым идет Наиль Галиакберов. Федор Кравченко сейчас предпринял попытку атаки на позиции Наиль Галиакберова. Но пока это ему не удалось. И он по-прежнему третий. А лидер, лидер по-прежнему Станислав Архипов. Федор Кравченко сейчас заходит в поворот по внутренней траектории. И выходит на вторую позицию, обойдя Наиль Галиакберова. Посмотрим, что же у нас будет на финише. Гонщики уходят на последний круг. По-прежнему лидером является Станислав Архипов. Вторым идет Федор Кравченко. Команда Молот, город Вятские поляны. И третьим Наиль Галиакберов. Ай-яй-яй, какое касание сейчас было. Итак, финиш. Станислав Архипов финиширует первым. Вторым Федор Кравченко. И третьим Наиль Галиакберов. Время этого заезда 63,2 секунды. Итак, дорогие друзья. Станислав Архипов зарабатывает для команды Башкортостан, город Уфа, 3 очка. Федор Кравченко для команды Молот, город Вятские поляны, 2 очка. И 1 очко зарабатывает для команды города Кумертау Наиль Галиакберов. Итак, уважаемые зрители, после четырех серий заездов, команда Молот-1, город Вятские поляны, имеет в своем активе 15 очков. Команда Башкортостан, город Уфа, 31 очко. Команда Каустик, город Стерлитамак, 23 очка. Команда Кумертау, город Кумертау, 15 очков. И команда Горняк, город Училы, 12 очков. Таким образом, две команды у нас набрали по 15 очков. Это команда Молот, Вятские поляны и Кумертау. Они имеют в своем активе по 15 очков. А мы ждем на старте участников 17-го заезда. В нем принимают участие. Первая дорожка в красном нашлемнике, стартовый номер 8, Артем Самородов, команда Каустик, город Стерлитамак. Вторая дорожка в синем нашлемнике, стартовый номер 14, Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. Третья дорожка в белом нашлемнике, стартовый номер 11, Сергей Казаков, команда города Кумертау. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике, стартовый номер 1, Александр Зайцев, команда Молот-1, город Вятские поляны. Вот такой состав, вот такой квартет гонщиков будет принимать участие в 17-м заезде. Итак, Самородов, Шишеков, Казаков и Зайцев. Последние мгновения, сейчас маршал на старте, Эльдар Сафаров, выстраивает гонщиков в одну линию. Последние, самые напряженные мгновения. И поехали! Уверенно выигрывает этот старт. Уверенно выигрывает этот старт Сергей Казаков. И выходит в лидеры. Вторым идет Артем Самородов. Третьим, Александр Зайцев. И четвертым, Андрей Шишегов. Артем Самородов сейчас обошел Сергея Казакова и вышел в лидеры этого заезда. Сергей Казаков, вторым, Александр Зайцев, третьим. И Андрей Шишегов, четвертым. Какая упорная борьба за лидерство идет между Артемом Самородовым и Сергеем Казаковым. Артем Самородов и Сергей Казаков. Посмотрите, дорогие зрители, какая упорная борьба. Сергей Казаков вновь выходит на роль лидера в этом заезде. Итак, последний круг, заключительные метры, последний поворот, прямая и принимаем финиш. Сергей Казаков, Артем Самородов и третьим Александр Зайцев. Четвертым пересекает линию финиша Андрей Шишегов. Время этого заезда 62,1 секунды. Итак, уважаемые зрители, Сергей Казаков принес своей команде 3 очка. Артем Самородов 2 очка. Александр Зайцев 1 очко. И ни одного очка в этом заезде не получает Андрей Шишегов. А мы ждем в районе старта участников 18-го заезда. В нем принимают участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 13 Михаил Богданов, команда Горняк, город Училы. Вторая дорожка в синем нашлемнике стартовый номер 4 Дмитрий Буланкин, команда Башкортостан, город Уфа. Третья дорожка в белом нашлемнике стартовый номер 2 Альмир Галимов, команда Молот, Вятские Поляны. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике стартовый номер 9 Павел Щербаков, команда Каустик, город Стерли-Тамак. Заколы полеем зрители! Итак, сейчас трибуны очень дружно поддерживают своего любимца Дмитрия Буланкина. Итак, Михаил Богданов, Дмитрий Буланкин, Альмир Галимов и Павел Щербаков. Последние мгновения, и поехали! Павел Щербаков забуксовал на старте и уходит со старта последним. А лидер этого заезда Михаил Богданов. Но Дмитрий Буланкин с этим не согласен и обходит Михаила Богданова, становясь лидером этого заезда. Третьим идет Альмир Галимов и четвертым Павел Щербаков. Дмитрий Буланкин лидирует. На второй позиции идет. Вторым идет Михаил Богданов, третьим Альмир Галимов. И с четвертым Павел Щербаков. Видимо, какие-то проблемы у него с мотоциклом. Ну а Дмитрий Буланкин очень уверенно ведет этот заезд. Он буквально парит, буквально парит над треком. Трибуны сейчас очень дружно скандируют. Дима, Дима, выражая поддержку своему любимцу Дмитрию Буланкину. Итак, встречаем финиш. Дмитрий Буланкин, Михаил Богданов, Альмир Галимов и Павел Щербаков. Время этого заезда 60,7 секунды. Но, уважаемые зрители, вы все прекрасно видели. Дмитрий Буланкин просто прекрасно провел этот заезд. И заработал для своей команды заветные три очка. Михаил Богданов зарабатывает два очка. Альмир Галимов одно. И Павел Щербаков, к сожалению, для своей команды очков в этом заезде не привозит. 19-й заезд. В нем принимают участие. Первая дорожка в красном нашлемнике стартовый номер 1 Александр Зайцев, команда Молот, Вятские Поляны. Вторая дорожка в синем нашлемнике стартовый номер 5 Илья Дроздов, команда Башкортостан, город Уфа. Третья дорожка белый нашлемник, стартовый номер 14 Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике стартовый номер 11 Сергей Казаков, команда города Кумертау. Вот такой состав участников 19-го заезда первого дня третьего этапа чемпионата России среди клубных команд высшей лиги, который, напоминаю вам, проходит в Уфе на стадионе «Строитель». Напоминаю вам, дорогие друзья, что генеральным спонсором наших сегодняшних соревнований является акционерная нефтяная компания «Башнефть». Итак, последние мгновения. Маршал на старте Эльдар Сафаров вносит коррективы в расстановку гонщиков. И поехали! Илья Дроздов уверенно выиграл старт, вышел в лидеры этого заезда. Но, дорогие друзья, Сергей Казаков с этим не согласен и пытается атаковать позиции Ильи Дроздова, но пока этому не удается. Он идет вторым, третьим идет Федор Кравченко. Вы простите, Александр Зайцев. И лишь четвертым идет Андрей Шишегов. А лидером по-прежнему является Илья Дроздов, вторым идет Сергей Казаков и третьим Александр Зайцев. Итак, гонщики уходят на последний круг. У Андрея Шишегова получился сход. Итак, принимаем финиш. Илья Дроздов пересек линию финиша первым, вторым приходит Сергей Казаков. И третьим Александр Зайцев, команда «Молот», город Вятские Поляны. Итак, дорогие друзья, в этом заезде вместо Александра Зайцева принимал участие Федор Кравченко. Давайте исправим наши протокольные таблички. Илья Дроздов зарабатывает команде «Башкортостан» три очка. Сергей Казаков два очка. И Федор Кравченко для своей команды заработал в этом заезде одну очку. К сожалению, Андрей Шишегов, у него получился сход, и он для своей команды не привез ни одного очка. Итак, заключительный заезд, 20-й заезд сегодняшнего дня, в котором принимают участие первая дорожка в красном нашлемнике стартовый номер 10 Наиль Галиакберов, команда города Кумертау. Вторая дорожка в синем нашлемнике стартовый номер 2 Альмир Галимов, команда «Молот», город Вятские Поляны. Третья дорожка в белом нашлемнике Николай Акимов, стартовый номер 7, команда «Каустик», город Стерлита Мак. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике стартовый номер 4 Дмитрий Буланкин, команда «Башкортостан». Да, трибуны оказывают очень горячую поддержку своему любимцу Дмитрию Буланкину. Итак, Галиакберов, Галимов, Акимов и Буланкин. Заключительный 20-й заезд. И старт уверенно выиграл Дмитрий Буланкин. Он выходит в лидеры этого заезда. Вторым идет Наиль Галиакберов, на третью позицию перемещается Николай Акимов. Четвертым идет Альмир Галимов, лидером по-прежнему является Дмитрий Буланкин. Вторым идет Наиль Галиакберов, третьим Николай Акимов. И Альмир Галимов замыкает этот заезд. Дмитрий Буланкин продолжает наращивать отрыв от своих преследователей. Николай Акимов воспринимает отчаянные попытки догнать Наиля Галиакберова, чтобы переместиться на вторую позицию, но пока он идет только третьим. И Альмир Галимов замыкает этот заезд. Итак, гонщики уходят на последний круг. По-прежнему лидирует Дмитрий Буланкин, просто в прекрасной манере. Он проходит повороты. Николай Акимов предпринимает попытку атаки на позиции Наиля Галиакберова. Итак, встречаем финиш. Что же у нас будет на финише? Дмитрий Буланкин, Николай Акимов! Николай Акимов смотрит на последних метрах дистанции, опередить Наиля Галиакберова и вышел на вторую позицию. Финишировал вторым, третьим Наиль Галиакберов и четвертым Альмир Галимов. Итак, дорогие друзья, Дмитрий Буланкин зарабатывает в своей команде три очка. Николай Акимов два очка, Наиль Галиакберов одно. И очков в этом заезде не достается Альмиру Галимову, команда «Молот», «Вятские поляны». Время последнего заезда 61 секунда ровно. Итак, уважаемые зрители, после первого дня соревнований команда «Молот-1» город «Вятские поляны» 18 очков, команда «Башкортостан» город «Уфа» 40 очков, команда «Каустик» город «Стрелитамак» 27 очков, команда «Кумертау» город «Кумертау» 21 очко, и команда «Горняк» город «Училы» 14 очков. Вот такие результаты после первого дня соревнований. Ждем вас на нашем стадионе завтра. Всего вам самого хорошего. До новых встреч. Репортаж сегодняшних соревнований вел Алексей Решетников в город «Уфа». Итак, 21 заезд. По первой дорожке в красном нашлемнике стартует представитель команды «Молот» города «Вятские поляны» Федор Кравченко стартовый номер 3. По второй дорожке в синий нашлемник стартовый номер 11 Сергей Казаков представитель команды города «Кумертау». По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 4 Дмитрий Буланкин команда «Башкортостан» город «Уфа». И по четвертой дорожке в золотом нашлемнике Стартовый номер 13 представитель команды «Горняк» города Михаил Богданов. Вот такой квартет гонщиков мы сейчас ожидаем здесь, в районе старта. Итак, уважаемые зрители и телезрители, напоминаю, что свой репортаж мы ведем из города Уфы, со стадиона «Строитель», где сегодня проходит второй день чемпионата России, и финала чемпионата России среди клубных команд высшей лиги. Итак, сейчас гонщики прибывают в район старта. Маршал на старте. Эльдар Сафаров сейчас будет расстанавливать их в порядке занимаемых дорожек. За кого болеем, зрители? Итак. Механик оказывал помощь Федору Кравченко, и вот последний гонщик прибывает на старт. Итак, Федор Кравченко, Сергей Казаков, Дмитрий Буланкин и Михаил Богданов. Вот такой состав участников 21-го заезда. Самые напряженные мгновения сейчас для гонщиков. Последние секунды. И поехали! Михаил Богданов очень уверенно выигрывает старт, выходя в лидеры этого заезда. Вторым идет Сергей Казаков и третьим Дмитрий Буланкин. Федор Кравченко замыкает этот заезд. Михаил Богданов по-прежнему лидирует, а Дмитрий Буланкин перемещается уже на вторую позицию. Сергей Казаков третий. Федор Кравченко идет четвертым. Посмотрим, удастся ли Дмитрию Буланкину обогнать Михаила Богданова. Он предпринимает отчаянные попытки его догнать. И вот... Нет, пока это у него не получается. Он по-прежнему идет второй. Вот на выходе из виража Дмитрий опережает Михаила Богданова, становясь лидером этого заезда. Спортсмены уходят на последний круг. Лидирует Дмитрий Буланкин. Вторым идет Михаил Богданов. Третьим Сергей Казаков. Последний поворот. Прямая финиш. Первым финиширует Дмитрий Буланкин. Вторым Михаил Богданов. Третьим Сергей Казаков. И аутсайдер этого заезда Федор Кравченко. Итак, время этого заезда 55,9 секунды. Дмитрий Буланкин зарабатывает в своей команде 3 очка. Михаил Богданов 2. Сергей Казаков 1. И аутсайдер этого заезда Федор Кравченко. Команда Молот. Город Вятские Поляны. А сейчас 22 заезд. В котором принимают участие. Первая дорожка в красном нашлемнике. Стартовый номер 2. Альмир Галимов. Команда Молот. Город Вятские Поляны. Вторая дорожка в синем нашлемнике. Стартовый номер 6. Станислав Архипов. Команда Башкортостан. Город Уфа. Третья дорожка в белом нашлемнике. Стартовый номер 9. Павел Щербаков. Команда Каустик. Город Стерлитамак. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике. Стартовый номер 12. Сергей Балтачев. Команда города Кумертау. Вот такой квартет гонщиков. Сейчас у нас здесь. В районе старта. Ну вот. Все. Спорт не спорт. Случается всякое. Вот сейчас. И вот он старт. Станислав Архипов выиграл старт. И вышел в лидеры этого заезда. Вторым идет Альмир Галимов. И третьим Сергей Балтачев. К сожалению у Павла Щербакова слетела цепь. И он не стартовал. Лидером по-прежнему является Станислав Архипов. Альмир Галимов предпринимает попытку атаки на позиции Станислава. И это ему удается. Он выходит в лидеры. Станислав идет вторым. Третьим идет Сергей Балтачев. Команда города Кумертау. Станислав Архипов просто так не сдается. И предпринимает попытку атаки на позиции Альмира Галимова. Но пока он по-прежнему второй. Альмир является лидером этого заезда. Но вот сейчас получится у Станислава или нет. Станислав Архипов или Альмир Галимов. Гонщики ушли на последний круг. Итак последний поворот прямая. И принимаем финиш. Итак первым финиширует Станислав Архипов. Вторым Альмир Галимов. И третьим финиширует Сергей Балтачев. Время этого заезда 57,7 секунды. Итак уважаемые зрители. Станислав Архипов зарабатывает в своей команде 3 очка. Альмир Галимов 2 очка. И Сергей Балтачев. Балтачев простите. 1 очко. 23 заезд. В нем принимают участие. Первая дорожка в красном нашлемнике. Стартовый номер 14. Андрей Шишегов. Команда Горняк. Город Училы. Вторая дорожка в синем нашлемнике. Стартовый номер 6. Николай Акимов. Команда Каустик. Город Стерли-Тамак. Третья дорожка в белом нашлемнике. Стартовый номер 1. Александр Зайцев. Команда Молот. Вятские поляны. И по четвертой дорожке. Стартовый номер 10. В желтом нашлемнике. Наиль Галиакберов. Команда города Кумертау. Андрей Шишегов. Николай Акимов. Александр Зайцев. И Наиль Галиакберов. Последние мгновения. И вот он старт. А Николай Акимов выигрывает старт. И выходит в лидеры этого заезда. Но Александр Зайцев сейчас предпринимает попытку атаки на позиции Николая. Но пока это ему не удается. Он идет вторым. Вот сейчас на вторую позицию выходит Николай Акимов. Представитель команды города Стерлин-Тамак. А за третью позицию ведут упорную борьбу Андрей Шишегов и Александр Зайцев. Но сейчас чуть было не произошло столкновение. Но гонщики разобрались. И Александр Зайцев сохранил за собой третью позицию. Четвертым идет Андрей Шишегов. Простите, дорогие друзья. Андрей Шишегов идет вторым. Это Наиль Галиакберов идет четвертым. А лидирует Николай Акимов. Николай Акимов. Вторым идет Андрей Шишегов. И третьим Александр Зайцев. Вот сейчас у Александра Зайцева что-то случилось с мотоциклом. Но тем не менее он финишировал третьим. Итак, уважаемые зрители. Николай Акимов приносит своей команде три очка. Андрей Шишегов два очка. Александр Зайцев одной. И Наиль Галиакберов очков в этом заезде не получает. 24 заезд. В нем принимают участие первая дорожка в красном нашлемнике. Стартовый номер 12. Сергей Палточев. Команда города Кумертау. Вторая дорожка в синем нашлемнике. Стартовый номер 8. Артем Самородов. Команда Каусти. Город Стрелитамак. Третья дорожка в белом нашлемнике. Стартовый номер 3. Федор Кравченко. Команда Молот. Вятские поляны. И четвертая дорожка. Должен был стартовать Дмитрий Мельничук. Но, к сожалению, он на соревнования не прибыл. И в этом заезде принимают участие только три гонщика. Итак, вот он старт. Сергей Палточев выигрывает старт. Но на повороте его обходит Федор Кравченко. Артем Самородов пока третий. Сейчас он предпринимает попытку атаки на позицию Сергея Балточева. И выходит на вторую позицию. Сергей Балточев третий. Федор Кравченко первый. Артем Самородов второй. И вот Артем обходит Федора Кравченко. Выходит на роль лидера в этом заезде. Федор Кравченко идет вторым. К сожалению, по всей видимости, у Сергея Балточева что-то, какая-то проблема с мотоциклом. А лидирует по-прежнему Артем Самородов. Сейчас гонщики уйдут на последний круг. Артем Самородов первый. Федор Кравченко второй. К сожалению, Сергей Балточев сходит. У него, видимо, какая-то проблема с мотоциклом. И вот последний поворот. Прямая и финиш. Артем Самородов и Федор Кравченко. Время этого заезда 59 секунд ровно. Итак, уважаемые зрители, вы все прекрасно видели. Артем Самородов просто блестяще провел этот заезд и заработал в своей команде 3 очка. Федор Кравченко зарабатывает в команде «Молот» города Вятские поляны 2 очка. У Сергея Балточева получился сход. У него какая-то проблема была с мотоциклом. Сейчас судейская коллегия подводит итоги. Итак, уважаемые друзья, после первой серии заездов команда «Молот» имеет 23 очка. Команда «Башкортостан» 46. Команда «Каустик» 33. Команда «Кумертау» 23. И команда «Горняк» города Училы 18 очков. 25-й заезд. В нем принимают участие первая дорожка в красной нашлемнике. Стартовый номер 10. Наиль Галякберов, город Кумертау. Вторая дорожка в синем нашлемнике. Стартовый номер 1. Александр Зайцев, команда «Молот», «Вятские поляны». Третья дорожка в белом нашлемнике. Стартовый номер 5. Илья Дроздов, команда «Башкортостан», город Уфа. И четвертая дорожка, стартовый номер 9. В желтом нашлемнике. Павел Щербаков, команда «Каустик», город «Стелли-Тамак». Вот такой квартет гонщиков принимает у нас участие в 25-м заезде. Итак, последние, самые напряженные мгновения. И вот он старт. Илья Дроздов выигрывает старт. Очень уверенно выигрывает старт. И выходит в лидеры этого заезда. Вторым идет Александр Зайцев. Третьим – Наиль Галякберов. И четвертым – Павел Щербаков. Еще одна попытка атаки Александра Зайцева на позиции. Илья Дроздова. Опять неудача. По-прежнему Александр Зайцев идет вторым. Лидер – Илья Дроздов. Гонщики ушли на последний круг. А что же у нас в борьбе за третье место? Сможет ли Павел Щербаков обойти Илью? Наиль Галякберова – нет. Не получилось. Первым финишировал Илья Дроздов. Вторым – Александр Зайцев. Третьим – Наиль Галякберов. И четвертым – Павел Щербаков. Время этого заезда – 59,8 секунды. Таким образом, уважаемые зрители, Илья Дроздов приносит своей команде 3 очка, Александр Зайцев – 2 очка, Наиль Галякберов – 1. И аутсайдер этого заезда – Павел Щербаков. Команда «Каустик» – город Стерли-Тамак. А мы ждем на старте участников 26-го заезда. В нем принимают участие по первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 11 Сергей Казаков – команда города Кумертау. Третья дорожка в белом нашлемнике стартовый номер 6 Станислав Архипов – команда Башкортостан – город Уфа. И четвертая дорожка в желтом нашлемнике стартовый номер 7 Николай Акимов – команда «Каустик» – город Стерли-Тамак. Вот такое трио гонщиков будет принимать участие в 26-м заезде. Напоминаю вам, дорогие друзья, что Дмитрий Мельничук не смог прибыть на соревнования, и поэтому в этом заезде принимают участие только три гонщика. Итак, маршал на старте Эльдар Сафаров выстраивает гонщиков в одну линию. Последнее мгновение. И поехали! Сергей Казаков выигрывает старт, выходит в лидеры этого заезда, но Николай Акимов с этим не согласен и пытается атаковать позиции Сергея, но это у него не получается, и он пока идет вторым. Станислав Архипов – третий. Станислав Архипов сейчас пытается догнать Николая Акимова, но пока это ему не удается. Гонщики сейчас растянулись по треку. Лидер по-прежнему Сергей Казаков, вторым идет Николай Акимов и третьим Станислав Архипов. Падение, дорогие друзья, остановка заезда, падение, упал Станислав Архипов. Итак, своим решением главный судья сегодняшних соревнований, судья республиканской категории Раиль Сафаров, исключает из перезаезда Станислава Архипова как виновника остановки заезда. Итак, у нас остался дуэт Сергей Казаков и Николай Акимов. Итак, первая дорожка Сергей Казаков и четвертая Николай Акимов. И вот он, старт. Сергей Казаков выигрывает старт, выходит в лидеры. Вторым идет Николай Акимов. Ну, Николай Акимов, видимо, решил не рисковать. И по-прежнему лидером у нас является Сергей Казаков. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И поэтому два очка тоже. Большое подспорье для команды Каустик, город Стерлитамак. А лидером по-прежнему является Сергей Казаков, команда города Кумертау, стартовый номер 11. Итак, кончики уходят на последний круг. Посмотрим, будет ли какое-либо изменение. Нет, скорее всего, нет. Вот последний поворот, прямая и финиш. Сергей Казаков финиширует первым, а Николай Акимов вторым. Итак, уважаемые зрители, Сергей Казаков зарабатывает для команды города Кумертау 3 очка. И Николай Акимов для команды Каустик, город Стерлитамак, 2 очка. У Станислава Архипова получилось падение, и он был исключен из перезаезда. А мы ждем здесь, в районе старта, участников 27-го заезда. По первой дорожке, красном нашлемнике, стартовый номер 5, Илья Дроздов, команда Башкортостан, город Уфа. По второй дорожке, в синем нашлемнике, стартовый номер 14, Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. По третьей дорожке, в белом нашлемнике, стартовый номер 8, Артем Самородов, команда Каустик, город Стерлитамак. И по четвертой дорожке, в желтом нашлемнике, стартовый номер 2, Альмир Галимов, команда Молот, город Вятские Поляны. Итак, последнее мгновение, и поехали! Илья Дроздов уверенно выиграл старт и выходит в лидеры этого заезда. Артем Самородов висит у него буквально на колесе. Третьим идет Андрей Шишегов. И четвертым Альмир Галимов. Посмотрим, сможет ли Артем Самородов обойти Илью Дроздова или нет. Пока Илья Дроздов лидер. Вот сейчас при выходе из поворота Артем пытался атаковать, но пока это ему не удается, и он по-прежнему второй. А за третью позицию сейчас ведут борьбу Андрей Шишегов и Альмир Галимов. Альмир Галимов выходит на третью позицию и предпринимает попытку атаки на позиции Артема Самородова. Сейчас буквально чудом не произошло столкновение. Артем Самородов. Артем Самородов сумел таки обойти Илью Дроздову и уходит в лидеры этого заезда. Илья Дроздов идет вторым. И вот финиш. Первым финиширует Артем Самородов, вторым Илья Дроздов, третьим Альмир Галимов и четвертым Андрей Шишегов. Альмиру Галимову главный судья сегодняшних соревнований выносит предупреждение за опасную езду. Итак, уважаемые друзья, Артем Самородов заработал три очка, Илья Дроздов два, Альмир Галимов одно. И не достается очков в этом заезде Андрею Шишегову. 28-й заезд. В нем принимают участие по первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 6 Станислав Архипов, команда Башкортостан, город Уфа. Вторая дорожка в синем нашлемнике стартовый номер 7 Николай Акимов, команда Каустик, город Стелитамак. Третья дорожка в белом нашлемнике стартовый номер 12 Сергей Балточев, команда города Кумертау. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике стартовый номер 13 Михаил Богданов, команда Горняк, город Училы. Участников 28-го заезда. Итак, последние секунды. И поехали! Михаил Богданов выигрывает старт. И выходит в лидеры этого заезда. Но Николай Акимов с этим не согласен. И ведет борьбу за вторую позицию. Но вот уже у Николая на колесе буквально висит Станислав Архипов. Который тоже пытается внести коррективы в расклад этой гонки. А лидером по-прежнему является Михаил Богданов. А Николай Акимов пытается по внутренней траектории трека обойти Михаила. Но это ему не удается. И он по-прежнему идет вторым. Третьим идет Станислав Архипов. И четвертым Сергей Балтачев. Сейчас Михаил Богданов пытается нарастить отрыв от своих преследователей. А Николай Акимов идет вторым. Третьим Станислав Архипов. И замыкает этот заезд Сергей Балтачев. Спортсмены ушли на последний круг. И вот последний поворот. Прямая. И встречаем финиш. Михаил Богданов. Николай Акимов. Станислав Архипов. И Сергей Балтачев. Время этого заезда 60 секунд ровно. Итак, уважаемые зрители. Михаил Богданов зарабатывает в своей команде 3 очка. Николай Акимов 2 очка. Станислав Архипов 1 очко. И аутсайдер этого заезда Сергей Балтачев. Команда города Кумертау. Очков в этом заезде ему не достается. Итак, уважаемые зрители. После двух серий заездов. Команда Молот имеет на своем счету 26 очков. Команда Башкортостан 52 очка. Команда Каустик 37. Команда города Кумертау 27. И команда Горняк город Училы 21 очко. А сейчас сюда, в район старта, прибывают участники 29 заезда. В нем принимают участие только три гонщика. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 1 Александр Зайцев, команда Молот, Вятские Поляны. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 4 Дмитрий Буланкин, команда Башкортостан, город Уфа. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике стартовый номер 8 Артем Самородов, команда Каустик, город Стелетамак. Последние секунды. И вот он старт. Артем Самородов выиграл, было старт. Но и тут же вновь выходит на роль лидера. Какая борьба на треке. Сейчас за вторую позицию борются Дмитрий Буланкин и Александр Зайцев. Дмитрий Буланкин выходит на вторую позицию. А лидером по-прежнему является Артем Самородов, команда Каустик, город Стелетамак. Дмитрий Буланкин идет вторым, Александр Зайцев третьим. Дмитрий Буланкин предпринимает попытку атаки на позицию Артема Самородова. И посмотрим, удастся ли ему это. Сейчас гонщики уходят на последний круг. Лидер по-прежнему Артем Самородов. Дмитрий Буланкин обходит Артема Самородова, выходит в лидеры. Последний поворот, прямая. И встречаем финиш Дмитрий Буланкин, Артем Самородов и Александр Зайцев. Вот такой последовательный стеклончики пересекают линию финиша. Просто прекрасный финиш Дмитрия Буланкина. Просто здорово. Время этого заезда 59,6 секунды. Итак, уважаемые зрители, Дмитрий Буланкин зарабатывает 3 очка. Артем Самородов, 2 очка. И Александр Зайцев зарабатывает своей команде 1 очко. 30-й заезд. В нем принимают участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 13 Михаил Богданов, команда Горняк, город Училы. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 5 Илья Дроздов, команда Башкортостан, город Уфа. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 2 Альмир Галимов, команда Молот, город Вятские Поляны. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике стартовый номер 10 Наиль Галиакберов, команда города Кумертау. Итак, Михаил Богданов, Илья Дроздов, Альмир Галимов и Наиль Галиакберов. Вот такой состав участников 30-го заезда. Итак, последнее мгновение и вот он старт. Михаил Богданов выигрывает старт, выходя в лидеры этого заезда. Илья Дроздов висит у него на колесе, пытается его обойти, но пока это ему не удается. Он по-прежнему идет вторым, Наиль Галиакберов третьим и замыкает этот заезд. Альмир Галимов, Михаил Богданов по-прежнему лидирует в этом заезде. Наиль Галиакберов предпринимает попытку атаки на позицию Ильи Дроздова. Это у него пока не получается, он идет третьим, Илья Дроздов вторым. И лидером по-прежнему является Михаил Богданов. Посмотрим, сможет ли Илья Дроздов обойти Михаила Богданова или нет. Пока Илья Дроздов идет вторым, Наиль Галиакберов третьим и замыкает этот заезд. Альмир Галимов, команда Молот, город Вятские поляны. Михаил Богданов, Илья Дроздов, Наиль Галиакберов и Альмир Галимов. Гонщики уходят на последний круг. И посмотрим, что же у нас будет на финише. Последний поворот, прямая. И встречаем финиш 30-го заезда. Михаил Богданов, Илья Дроздов, Наиль Галиакберов и Альмир Галимов. Вот в таком порядке гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 59,8 секунды. Таким образом, уважаемые зрители, Михаил Богданов зарабатывает для своей команды 3 очка. Илья Дроздов, 2 очка. Наиль Галиакберов, 1 очко. И очков в этом заезде не достается Альмиру Галимову, представителю команды Молот, город Вятские поляны. 31-й заезд. В нем принимают участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 7. А Николай Акимов, команда Каусти, город Стерлитамак. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 4. Дмитрий Буланкин, команда Башкортостан, город Уфа. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 11. Сергей Казаков, команда города Кумертау. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Андрей Шишегов, команда Горняк, город Кучелы. И так последние секунды И так последние секунды Самый напряженный момент И вот он старт Николай Акимов выигрывает старт Выходя на роль лидера этого заезда Но с этим не согласен Сергей Казаков Он идет вторым Третьим Дмитрий Буланкин И четвертым Андрей Шишегов Сергей Казаков предпринимает попытку атаки На позицию Николая Акимова Но пока это у него не получается Он по-прежнему идет вторым Дмитрий Буланкин идет третьим Четвертым Андрей Шишегов Еще одна попытка атаки Сергея Казакова Нет По-прежнему лидерство сохраняет Николай Акимов Третьим идет Дмитрий Буланкин Посмотрим Предпримет ли Дмитрий Буланкин попытку атаки на позиции Сергея Казакова для того, чтобы выйти на второе место. Итак, гонщики уходят на последний круг. Посмотрим, что же у нас будет на финише. Лидером по-прежнему является Николай Акимов. Вторым идет Сергей Казаков, Дмитрий Буланкин, только третий. И вот последний поворот, прямая и встречаем финиш. Первым финиширует Николай Акимов, вторым Сергей Казаков, третьим Дмитрий Буланкин и четвертым Андрей Шишегов. Вот в такой последовательности гонщики пересекают линию финиша. Время этого заезда 60,1 секунды. Уважаемые зрители, по итогам этого сезона Дмитрий Буланкин и Николай Акимов выполнили нормативы мастеров спорта международного класса, с чем мы их очень горячо поздравляем. 32-й заезд, в нем принимают участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 1 Александр Зайцев, команда Молот, Вятские Поляны. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 13 Михаил Богданов, команда Горняк, город Училы. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 8 Артем Самородов, команда Каустик, город Стелитамак. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике стартовый номер 5 Илья Дроздов, команда Бошкартастан. Уважаемые друзья, давайте отметим с вами, что вместо Александра Зайцева по первой дорожке стартует Федор Кравченко. Стартовый номер 3 в красном нашлемнике. Итак, последнее мгновение. И поехали. На роль лидера в этом заезде выходит Михаил Богданов. Вторым идет Артем Самородов, третьим Илья Дроздов. И замыкает этот заезд Федор Кравченко, команда Молот, Вятские Поляны. Сейчас Федор Кравченко обошел Илью Дроздова и вышел на третью позицию. Артем Самородов предпринимает отчаянную попытку атаки на позицию Михаила Богданова. Но для того, чтобы выйти на роль лидера, чуть-чуть это ему не удается. Буквально чуть-чуть Михаил Богданов по-прежнему лидирует в этом заезде. Вторым Артем Самородов, третьим Федор Кравченко, замыкающий этого заезда Илья Дроздов. Итак, посмотрим, сумеет ли Артем обойти Михаила Богданова или нет. Артем на выходе из поворота обошел Михаила Богданова и вышел в лидеры этого заезда. Михаил Богданов идет вторым, Федор Кравченко третьим. И замыкает этот заезд Илья Дроздов. Итак, последний поворот и встречаем финиш. Первым финиширует Артем Самородов, вторым Михаил Богданов, третьим Федор Кравченко и четвертым Илья Дроздов. Время этого заезда 61 секунда ровно. Итак, уважаемые зрители, Артем Самородов зарабатывает в своей команде три очка. Михаил Богданов два очка. Федор Кравченко одно очко. И Илья Дроздов в этом заезде очков не достается. Команды имеют следующее количество очков после трех серий заездов. Команда Молот, Вятские Поляны, 28 очков. Команда Башкортостан, город Уфа, 58 очков. Команда Каустик, город Стрелитамак, 48 очков. Команда города Кумертау, 30 очков. И команда Горняк, город Училы, 26 очков. А мы ждем здесь в районе старта участников 33-го заезда, в котором примут участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 4 Дмитрий Буланкин, команда Башкортостан, город Уфа. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 10 Наиль Галяк-Беров, команда города Кумертау. По третьей дорожке в берем нашлемнике стартовый номер 2 Альмир Галимов, команда Молот, город Вятские Поляны. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике стартовый номер 14 Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. Вот такой состав у нас сейчас здесь на старте 33-го заезда второго дня финала чемпионата России среди клубных команд высшей лиги, который проходит в городе Уфе на стадионе Строитель. Итак, последние мгновения. Трибуны сейчас дружно поддерживают своих любимцев. И вот он старт. Дмитрий Буланкин уверенно выиграл старт, вышел в лидеры. Наиль Галяк-Беров висит у него буквально на колесе. Третьим идет Альмир Галимов и замыкает этот заезд Андрей Шишегов. Альмир Галимов сейчас предпринимает попытку атаки на позицию Наиля Галяк-Берова для того, чтобы выйти на вторую позицию. Но пока это у него не получается. Он по-прежнему в третьем. А лидирует Дмитрий Буланкин, стартовый номер 4, команда Башкатастан, город Уфа. Вторым идет Наиль Галяк-Беров, команда города Кувертау. И третьим Альмир Галимов, команда Молот-1, город Вятские Поляны. И замыкает этот заезд Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. Итак, гонщики уходят на последний круг. На треке по-прежнему все без изменений. Дмитрий Буланкин просто прекрасно ведет этот заезд в прекрасном стиле, в прекрасной форме он находится. Последний поворот, прямая и финиш. Дмитрий Буланкин, Наиль Галяк-Беров, Альмир Галимов. И замыкает этот заезд Андрей Шишегов. Время этого заезда 61 секунда ровно. Таким образом, уважаемые зрители, Дмитрий Буланкин зарабатывает для своей команды 3 очка, Наиль Галяк-Беров 2 очка, Альмир Галимов 1. И аутсайдер этого заезда Андрей Шишегов. Очков, к сожалению, ему не достается. На старте участников 34-го заезда. В нем принимают участие по первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 8 Артем Самородов, команда Каусти, город Стелетамак. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 3 Федор Кравченко, команда Молот, город Вятские Поляны. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 5 Илья Дроздов, команда Башкортостан, город Уфа. И по четвертой дорожке в золотом нашлемнике стартовый номер 11 Сергей Казаков, команда города Кумертау. Итак, Артем Самородов, Федор Кравченко, Илья Дроздов и Сергей Казаков. Итак, последнее мгновение. И поехали! Илья Дроздов или Сергей Казаков? Илья Дроздов выигрывает старт. Опа, неизи. Артем Самородов сейчас заехал за синюю линию. А на треке у нас лидирует сейчас Сергей Казаков. Вторым идет Илья Дроздов, третьим Федор Кравченко. Артем Самородов замыкает заезд. Итак, лидирует, лидирует Сергей Казаков. А за вторую позицию ведут упорную борьбу Илья Дроздов и Федор Кравченко. Посмотрим, сможет ли Федор Кравченко обойти Илью Дроздова. Пока они идут ровно. Но вот сейчас Федор Кравченко обходит Илью Дроздова. Выходит на вторую позицию, Илья Дроздов идет третьим. Последний поворот и встречаем финиш этого заезда. Первым финиширует Сергей Казаков. Вторым Федор Кравченко. Третьим Илья Дроздов. И аутсайдер Артем Самородов. Решением главного арбитра сегодняшних соревнований Артем Самородов за пересечение линии трека двумя колесами был исключен из этого заезда. Его результат аннулирован. Три очка. Федор Кравченко два. Илья Дроздов одно. И Артем Самородов снят. Снят за пересечение трека двумя... Синей линии трека двумя колесами. Что делать категорически запрещено. Тридцать пятый заезд. В нем принимают участие первая дорожка в красном нашлемнике стартовый номер девять Павел Щербаков. Команда Каустик. Город Сделитамак. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер десять Наиль Галиакберов. Команда города Кумертау. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер тринадцать Михаил Богданов. Команда Горняк. Город Училы. И по четвертой дорожке в желтой нашлемнике стартовый номер шесть Станислав Архипов. Команда Башкортостан. Город Уфа. Вот такой состав 35-го заезда 2-го дня финала чемпионата России среди клубных команд высшей лиги, которые проходят, еще раз напоминаю, в городе Уфе на стадионе «Строитель». Итак, последние мгновения. И поехали. Михаил Богданов уверен, он выиграл старт, вышел в лидеры этого заезда. Наиль Галякберов идет вторым, третьим Станислав Архипов. И замыкает этот заезд Павел Щербаков. Посмотрим, сможет ли Станислав Архипов улучшить свои позиции. Вот сейчас Павел Щербаков предпринимает попытку атаки на позиции Станислава Архипова для того, чтобы выйти на третью позицию. Но пока Станислав удерживает за собой третье место, идет на третьем. Павел Щербаков замыкает этот заезд. Лидер по-прежнему Михаил Богданов. Наиль Галякберов предпринимает попытку атаки на позицию Михаила Богданова. Но пока безрезультатно. Пока Михаил сохраняет позицию лидера. Вторым идет Наиль Галякберов. Павел Щербаков вышел на третью позицию. А замыкает теперь. О, какое падение, дорогие друзья. Остановка заезда. Остановка заезда. Ждем решения главного арбитра. Своим решением главный судья сегодняшних соревнований Раэль Сафаров. Так как падение произошло на последнем круге, финиш гонщиков был принят в такой последности. Михаил Богданов финиширует первым. Наиль Галякберов вторым. И Станислав Архипов третьим. Сейчас ждем здесь на старте участников 36-го заезда. В нем принимают участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 2 Альмир Галимов, представитель команды Молот, город Вятские Поляны. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 7 Николай Акимов, команда Каусти, город Сделитамак. И по третьей дорожке в желтом нашлемнике Сергей Балтачев, команда города Кумертау. Еще раз напоминаю, так как Дмитрий Мельничук не смог приехать на соревнования в этом заезде, только три гонщика. Итак, поехали. А Николай Акимов очень уверенно и легко выигрывает старт, выходя на роль лидера в этом заезде. Вторым идет Альмир Галимов. И третьим идет Сергей Балтачев, команда города Кумертау. Сейчас вот я вижу, что Сергей выехал на мотоцикле Сергея Казакова. Видимо, у него какие-то проблемы со своим мотоциклом. И он выехал на мотоцикле своего товарища по команде. Итак, лидирует Николай Акимов. Вторым идет Альмир Галимов. Третьим Сергей Балтачев. Гонщики сейчас очень широко растянулись по треку. Николай Акимов очень уверенно, очень легко ведет этот заезд. Вторым идет Альмир Галимов. И третьим Сергей Балтачев. Николай Акимов просто прекрасно проходит повороты. Очень легко ему дается езда. Очень хорошо. Последний поворот прямая. И встречаем финиш. Николай Акимов. Вторым Альмир Галимов. И третьим Сергей Балтачев. Время этого заезда 62,4 секунды. Таким образом, уважаемые зрители, Николай Акимов приносит своей команде 3 очка. Альмир Галимов 2 очка. И 1 очко зарабатывает для своей команды Сергей Балтачев. Команда города Кумертау. 37-й заезд. В нем принимает участие первая дорожка стартовый номер 11 Сергей Казаков в красном нашлемнике. Вторая дорожка стартовый номер 9 в синем нашлемнике Павел Щербаков. По третьей дорожке в белом нашлемнике Александр Зайцев. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Дмитрий Буланкин. Гонщики приняли старт. Старт выигрывает Сергей Казаков. Он является лидером этого заезда. Вторым идет Александр Зайцев. Третьим Павел Щербаков. И замыкает этот заезд Дмитрий Буланкин. Дмитрий Буланкин сейчас ведет борьбу с Павлом Щербаковым за третью позицию. Посмотрим, сможет ли он его обойти. А лидер по-прежнему Сергей Казаков. Вторым идет Александр Зайцев. Третьим. Третьим идет Дмитрий Буланкин. Сумел таки Дмитрий обойти Павла Щербакова. Выйти на третью позицию. Посмотрим, сможет ли он обойти Александра Зайцева. Для того, чтобы финишировать вторым. Гонщики ушли на последний круг. Посмотрим, что же у нас получится на финише. Последний поворот. Прямая и финиш. Первым Сергей Казаков. Вторым Александр Зайцев. Третьим Дмитрий Буланкин. И замыкает этот заезд Павел Щербаков. Таким образом, уважаемые зрители, Сергей Казаков зарабатывает в своей команде 3 очка. Александр Зайцев 2 очка. Дмитрий Буланкин 1 очко. И очков не достается в этом заезде представителю команды «Каустик» город Стрелитамак Павлу Щербакову. После четырех серий заездов команда «Молот» имеет в своем активе 33 очка. Башкатастан город Уфа 63 очка. Команда «Каустик» Стрелитамак 51 очко. Команда города Кумертау 38. И команда «Горняк» город Училы 29 очков. А мы ждем здесь на старте участников 38-го заезда, в котором принимают участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 5 Илья Дроздов, команда «Башкатастан» город Уфа. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 3 Федор Кравченко, команда «Молот» город Вятский Поляны. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 14 Андрей Шишегов, команда «Горняк» город Училы. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Николай Акимов, стартовый номер 7, команда «Каустик» город Стрелитамак. Вот такой состав участников 38-го заезда. Время 37-го заезда 61,4 секунды. Итак, гонщики, участники 38-го заезда сейчас выстраиваются маршалом на старте, Эльдаром Сафаровым в одну линию. Итак, смотрим последние мгновения и поехали! Илья Дроздов выигрывает старт, выходя на роль лидера этого заезда. Федор Кравченко пересек линию, синюю линию, и сейчас его результат, скорее всего, будет аннулирован. Но это ждем решения главного судьи. Лидирует Илья Дроздов, вторым идет Федор Кравченко, третьим Андрей Шишегов. И вот сейчас вы видели, дорогие зрители, как мотоцикл Николая Акима немного подбросило, переставило, и он перешел на четвертую замыкающую позицию. Что-то у него какие-то проблемы, видимо, все, Николай останавливается. А по-прежнему лидирует Илья Дроздов. Но Федор Кравченко с этим не согласен, обходит его напрямую и сейчас выходит на роль лидера. Но посмотрите, уважаемые зрители, какая упорная борьба за лидерство. Ну кто же, Федор Кравченко или Илья Дроздов? Кто? Кто выиграет? Федор Кравченко выигрывает этот заезд, вторым финиширует Илья Дроздов, третьим финиширует Андрей Шишегов. Итак, уважаемые друзья, по решению главного судьи сегодняшних соревнований, судьи республиканской категории Раиля Сафарова, результат Федора Кравченко аннулируется из-за того, что он переехал синюю внутреннюю линию трека двумя колесами, о чем сигнализировал сейчас боковой судья на повороте. И в связи с этим результат Федора Кравченко аннулируется. Таким образом, Илья Дроздов заработал три очка, Андрей Шишегов два очка, Николай Акимов-Скот и Федор Кравченко у него результат аннулирован. 39-й заезд, в котором будут принимать участие. По первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 4 Дмитрий Буланкин, команда Башкортостан, город Уфа. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 11 Сергей Казаков, команда города Кумертау. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 13 Михаил Богданов, команда Горняк, города Училы. И по четвертой дорожке будет стартовать Федор Кравченко. Давайте исправим наши протокольные таблички. В 39-м заезде по четвертой дорожке вместо Александра Зайцева стартует Федор Кравченко. Стартовый номер 3, команда Молот, город Вятские Поляны. Просьба судьи на выпуске убрать всех посторонних за ворота. Итак, последние секунды. И вот он старт. Михаил Богданов уверенно выигрывает старт, выходя на роль лидера этого заезда. Но Сергей Казаков с этим не согласен и пытается атаковать Михаила. Посмотрим, удастся ли это ему, какой плотной группой гонщики сейчас выходят из поворота. Посмотрим, сможет ли Сергей обойти Михаила. Да, это ему удается, но тут же сзади подкрадывается Федор Кравченко и пытается внести коррективы в борьбу. Федор Кравченко уже выходит на вторую позицию. Обходит Сергея Казакова, выходит в лидеры этого заезда. Сергей Казаков идет вторым. За третью позицию ведут упорную борьбу Дмитрий Буланки. И Михаил Богданов. Нет, не пересек Дмитрий Буланкин синюю линию трека. Тем не менее, он четвертый, замыкает этот заезд. Все, Дмитрий Буланкин заехал в круг. Итак, встречаем финиш. Первым финиширует Федор Кравченко. Вторым Сергей Казаков. Третьим Михаил Богданов. Время этого заезда 62,5 секунды. Да. Какая упорная борьба. Вы все прекрасно видели, уважаемые зрители. Дмитрий Буланкин не смог совладать со своим стальным мустангом. И заехал внутрь круга. Таким образом, уважаемые зрители, Федор Кравченко зарабатывает для своей команды 3 очка. Сергей Казаков 2 очка, Михаил Богданов 1 и сход 0 очков у Дмитрия Буланкина. Заключительный сороковой заезд. В нем принимают участие по первой дорожке в красном нашлемнике стартовый номер 14 Андрей Шишегов, команда Горняк, город Училы. По второй дорожке в синем нашлемнике стартовый номер 8 Артем Самородов, команда Каусти, город Стрелитомаг. По третьей дорожке в белом нашлемнике стартовый номер 10 Наиль Гали Акберов, команда города Кумертау. И по четвертой дорожке в желтом нашлемнике Альмир Галимов, стартовый номер 2, команда Молот, Вятские Поляны. Последний заезд в этом сезоне, дорогие зрители. Последний заезд в сезоне 2002-2003 года. Итак, старт. Наиль Галиакберов выигрывает старт, выходя на роль лидера этого заезда. Артем Самородов висит у него буквально на колесе, пытаясь обойти. И посмотрим, сможет ли он это сделать. Да, Артем Самородов обходит Наиля Галиакберова, выходя на роль лидера. Но тут же буквально на колесе у Наиля Галиакберова висит Альмир Галимов. Команда «Молот», «Вятские поляны». Сейчас Альмир идет вторым. Посмотрим, сможет ли он обойти Артема Самородова. Какая упорная борьба на треке, дорогие зрители. Какая очень упорная борьба. Альмир Галимов. Ай-яй-яй. Столкновение. Остановка заезда. Падает, падает Наиль Галиакберов. Падает Наиль Галиакберов. Остановка заезда. В перезаезде 40-го заезда будут принимать участие только три гонщика. «Молотские поляны». Ни в коем случае нельзя выходить на трек. Итак, последние секунды. И вот он старт. Последний старт этого сезона. Надеемся, что это последний старт. Итак, уважаемые друзья, на роль лидера выходит Артем Самородов. Вторым идет Альмир Галимов. Третьим Андрей Шишегов. Гонщики сейчас растягиваются очень широко по треку. Уверенно ведет этот заезд просто в прекрасной манере Артем Самородов. Артем Самородов чем-то он даже напоминает своего легендарного деда Бориса Самородова. Итак, гонщики уходят на последний круг. Очень громадный отрыв у Артема Самородова от своего ближайшего преследователя Альмира Галимова. Итак, встречаем победный финиш Артема Самородова. Время этого заезда 61,6 секунды. Артем Самородов зарабатывает в своей команде 3 очка. Давайте дружно поприветствуем его, уважаемые зрители. Вторым финишировал Альмир Галимов. Два очка. Наиль Галиакберов падение. Андрей Шишегов был снят. Завершился чемпионат России среди клубных команд высшей лиги. И вот на льду рыцари ледового кольца скорости. Гладиаторы ледового спидвея. Герои спортивных баталий. Свидетелями которых мы с вами, уважаемые зрители, были эти два дня. Давайте дружно поприветствуем, поприветствуем, уважаемые зрители, всех гонщиков. Герои спортивные баталий. Герои спортивные баталий. Герои спортивные баталий. Внимание, 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 дорогие зрители! Начинаем награждение призеров чемпионата России Среди полных команд большей линии 2003 года Третье место с результатом 146 очков Завоевала команда «Молот-1» город Вятские Поляны Награждение за третье место проводит Председатель комитета по физической культуре и спорту Ярославцев Николай Иванович Команда «Молот-1» город Вятские Поляны Награждается также их тренер и механик Давайте дружно поприветствуем бронзовых призеров! Второе место с результатом 202 очка Заняла команда «Каусти» город Стерли-Тамак Николай Акимов, Артем Самородов, Павел Щербаков Награждение проводит председатель правления спортивного клуба Имени Габдрахмана Кадырова, председатель исполкома Мотофедерации Республики Башкортостан Риф Нурлогаянович Саидгареев Да, поздравляем болельщиков города Стерли-Тамак С заслуженной победой их команды Внимание, внимание, внимание На пьедестал почета приглашается Чемпион, команда чемпион России среди клубных команд высшей лиги Команда Башкортостан, город Уфа Дмитрий Буланкин, Илья Дроздов, Станислав Архипов С результатом 239 очков завоевали победу в чемпионате России среди клубных команд высшей лиги Награждение производит глава администрации Орджоникидзовского района Президент Мотофедерации Республики Башкортостан Махмуд Мухаммедович Бекбулатов